Коммунальщики чистят Магадан. Из-за аномально теплой осени, а после из-за мороза в Магадане образовался ледяной наст. И коммунальные службы и управляющие компании с этим усиленно борются. Реу-3 почистила один из дворов Марчиканского переулка. В зоне ответственности компании почти 100 домов. Как отмечают специалисты, убрать нас сложно. В некоторых местах слишком тонкий лед, от которого нельзя избавиться ни техникой, ни вручную. Кроме того, сложность возникает и с жильцами домов. «Вот если мы вешаем объявление, очень просим, пожалуйста, реагируйте, убирайте свои автомобили. Если висит сигнальная лента, ну не рвите, подумайте, она ведь для чего-то висит, поднимите голову, значит, над вами там какая-то есть угроза. Я думаю, что всё это закончится, осталось совсем немножечко. Поэтому всё будет хорошо». На один двор уходит достаточно много времени, отмечают специалисты. Иногда техника работает весь день. Используют два погрузчика. Эксперты утверждают, что убрать снег полностью не получится. Сейчас компания почистила почти все подведомственные им дворы. Сотрудники комбината зелёного хозяйства также чистят тротуары города. Трудности те же. Специализированная техника не справляется с большим ледовым настом. Мощности машинам не хватает. Единственный выход – посыпать дороги песко-соляной смесью. Или ситуация изменится, когда на Колыму придёт новый циклон. «Потепление будет, если это солью посыпать, чтобы растаяла дорога как-то. Либо снег и всё закатать, чтобы выровняться дорога в этом плане. А так больше ничего не сделаешь. С таким резким потеплением – то снег, то потепление. И здесь от нас мало чего зависит. Мы работаем. То, что под снегом, дальше лёд на асфальте». Как отмечают специалисты, такая обстановка складывается не каждый год. Когда снег выпадает, его успевают убрать. В этот раз снежной каши было слишком много. Техника работала круглосуточно. Однако погода каждый день вносила свои коррективы. Магаданцы в социальных сетях продолжают активно обсуждать ледовую ситуацию в городе. Как не упасть в скользких дворах? Специалисты рекомендуют приобрести правильную обувь. «Горожанам хочу пожелать здоровья и всё-таки подумать, в первую очередь, о своей безопасности тоже. В магазинах, в всяких хозяйственных, в аптеках продаются недорого. Специальные накладки на обувь резиновые с шипами. Они очень помогают перенести те тяготы, которые наша переменчивая колымская природа принесла в этот раз к нам в Магадан». «Скажите, пожалуйста, нам сказали, что у вас продаются такие накладки на обувь, чтобы по льду ходить. Они у вас есть в продаже?» «Да. Последняя витрина, в самом низу, нижняя». «А скажите, пользуются популярностью?» «Конечно». «Покупают, да?» «Конечно, конечно, да». У таких накладок подошвы состоят из гибкой основы металлических шипов и простых креплений. Надеть и снять их можно быстро. Дискомфорта не доставляют, уверяют эксперты. Также специалисты советуют стараться обходить места с наклонной поверхностью. А если всё-таки поскользнулись, нужно присесть, чтобы снизить высоту падения. При получении травм следует незамедлительно обратиться к врачу. «Мы с вами должны сделать это. Мы должны всех победить и доказать всё-таки, что мы готовились нельзя. Три часа времени. Три часа времени». «Конечно. Посмотри на наши, просто наши. Только победа. Только победа, конечно». Стартовал конкурс команд педагогов Магадана «Учитель будущего». В состязании приняло участие четыре команды. В каждой по три человека. Это не только опытные, но и молодые педагоги. Конкурс проходит в два этапа. В заочном команды готовили визитки и разрабатывали собственный урок. Сейчас проходит очный этап. В его ходе провели дебаты, методический конструктор, создание новых проектов. Также пройдёт конференция. «Это ещё одно мероприятие, которое было на конкурсе «Учитель будущего федерального масштаба». Собственно, как и все предыдущие, мы как финалисты взяли самые интересные конкурсы из федерального этапа и немножечко доработав, принесли их в конкурс на городском уровне». Как отмечают организаторы конкурса, учителя идут в ногу со временем. Они используют различные новинки в своей работе. Используют в методике наработки не только советской школы, но и то, что учитывает цифровую специфику обучения, в том числе и дистанционную. «В целом я могу отметить, что все четыре команды, участники всех четырёх команд, это, безусловно, профессионалы. Безусловно, каждый из них молодец и представляет свою школу на очень хорошем уровне. Вообще, работа школьного учителя чрезвычайно важна. Её невозможно недооценить или переоценить». Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных команд педагогов. Это коммуникативная площадка для обмена идеями и опытом. Во время всех испытаний участники показали свои профессиональные качества, а также умение продуктивно работать в команде. «У нас была очень актуальная тема. Мы должны были составить комплекс воспитательных мероприятий по популяризации рабочих специальностей на примере Магаданского механического завода. То есть, на самом деле, тема и близкая, и интересная. Мне, как учителю истории, ещё и знакомая. Поэтому, надеюсь, что у нас получилось довольно интересно. И мы, наверное, даже постараемся провести тот комплекс мероприятий, который мы сегодня придумали. В конце концов, в три часа мы с коллегами сидели и довольно напряжённо размышляли, что же можно сделать такого, чтобы дети удивились, и чтобы какой-то воспитательный потенциал у этого был. Я думаю, получилось у нас хорошо». Учредитель городского конкурса, департамент образования мэрии Магадана и Магаданская областная организация профсоюза работников образования и науки РФ. Проводить его планируют раз в два года. Мэр Магадана Юрий Гришан провёл приём граждан в формате видеоконференции. Одной из тем стала детская площадка. Магаданец обратился к городоначальнику с просьбой объяснить, кто должен заниматься содержанием. Молодой человек просил помощи у управляющей компании, но ответа не получил. Юрий Гришан отметил, что в следующем году площадки будут в муниципальном задании. Обещания уже давали, что в следующий год я не буду больше проводить торги. Это всё будет в муниципальном задании КЗХ. Дополнительно два экипажа, которые будут ездить и убирать все наши 360 детских площадок. Но вот молодой человек почувствовал, что он готов, может быть, впервые в городе сделать организационное собрание, чтобы люди приняли эту площадку в состав общего имущества и платить управляющей компании за содержание своего собственного имущества. Это самый лучший и самый эффективный путь. Таким образом, площадка будет принадлежать самим жильцам, а при необходимости мэрия проведёт капитальный ремонт. Ещё один вопрос жители задали о работе фонда капитального ремонта. На улице Приморской из-за реконструкции уличной дорожной сети двери здания опустились. Юрий Гришан ответил, что проблему нужно решать совместно с департаментом САТЭК. Колыма вошла в список самых пьющих регионов России. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, согласны ли они с этим. Ну, да нет, наверное. У нас нет тысячих людей. Ну, почему? Как выпивающих, как на празднике, а так, так вроде нет. Ну, не знаю, вы видите кого-нибудь пьяным? Ну, не знаю, но вообще у нас очень сильно пьют. Я бы, это пошёл бы, знаете бы, сняла бы миномёт и снесла бы, честно вам говорю. Да нет, наверное. Ну, я, в принципе, вижу там один-два человека и всё. Да ну, это всё чушь. Не знаю. Я не пью, поэтому даже не могу вам сказать. А как относитесь к магазинам, которые в ночное время продают алкоголь? Плохо. Я вообще отношусь плохо к магазинам, которые продают алкоголь. Ну, я не вижу такого количества пищих людей. А как вы относитесь к ночным магазинам, которые продают алкоголь в ночное время? Я думаю, что можно и днём всё купить, если кому-то нужно. Вы знаете, я вообще не пью, и поэтому я не могу сказать за всех. Но то, что пьющие, это да. А ну, самое или нет, не могу сказать. А как вы относитесь к ночным магазинам, которые продают алкоголь? Конечно, отрицательно. Я не знаю. Я не пью. Нет. А где-то вы, пьяный? Нет, не так. Это не так, да? А как вы относитесь к магазинам, которые в ночное время продают алкоголь? Я таких не знаю. Думаю, да. А как вы с этим сталкиваетесь? Ну, я на улице часто вижу пьющих людей. Ну, и некоторые даже из родственников пьют. Нет, конечно. Я считаю, что все этот алкоголь уходит куда-то, видимо, в другие посёлки, а считается, как за один Магадан. Я не считаю его. По крайней мере, ни я, ни мои знакомые вообще не пьём. Ну, сейчас все за здоровый образ жизни у меня в семье, все горнолыжники, им просто пить некогда. Да, я иду по улице и вижу. Смотрю, магазины открыты с утра до вечера. Штопор. Вы посмотрите, сколько нормы, сколько виноводочих магазинов открыты. Даже бизнесмены, они никогда не открывают магазины, все не просчитали наличие прибыли. Поэтому на каждом углу продают спиртную. Колыма является самым пьющим регионом. Вы согласны с этим рассказывать? Нет.